До Гальянова добираться два часа на лошадях. Будет ставка рефинансирования, уйдет вниз. Амурская улица будет расширяться. Появилась лодочная станция, баскетбольные, волейбольные площадки и велодорожки. Мы располагаемся между двумя парками. Сам проект идет от 10 до 32 этажей. Есть ли у них инвестиционный потенциал или что-нибудь для жизни? Но уже в 2021 году городские власти приняли решение о реорганизации. Всем привет! С вами программа «Мой район». И сегодня мы снимаем выпуск про Гальянова. Я сама родилась и выросла в Москве, поэтому очень люблю стереотипы, которые есть про каждый район столицы. Сегодня мы посмотрим, каким был и каким стало Гальянова. Причем здесь знаменитый Гальяновский пруд и первые советские чипсы. Миф первый. Преступность. В Москве ходят легенды и стереотипы насчет преступности в Гальяново. Говорят, что здесь была известная Гальяновская ОПГ в 90-е годы еще. И они же стали прототипом Саши Белого и всего сериала «Бригада». Почему мы снимаем именно здесь? Потому что эти краткострижные ребята ходили вокруг пруда и пугали население. Сейчас мы видим то, что в 2011 году пруд реконструировали. Появилась лодочная станция, баскетбольные, волейбольные площадки и велодорожки. И сейчас здесь гуляют только жители района. Кроме того, Гальянова граничит с крупнейшим национальным парком Москвы – Лосиный остров. Это легкие столицы. Спойлер, здесь правда живут лоси, я их сама видела. В последние годы городские власти вкладывают много времени, сил и средств в развитие этой части, примыкающей Гальянова. Здесь появилось огромное количество детских и спортивных площадок, а кроме того протяженные велодорожки. Анна, здравствуйте. Друзья, мы сегодня поговорим о развитии территории района Гальянова с точки зрения транспортной инфраструктуры, с точки зрения жилой инфраструктуры. Вообще, как будет развиваться этот район с заместителем директора генплана Москвы Ивановой Анной. Анна, вопросов на самом деле у нас много. Мы начнем с того, что для меня Гальянова это был район, где это вообще. Я туда приехал первый раз, наверное, в 2015 году и хотел побыстрее уехать. Вот сегодня мы там видим уже преображается район, выносятся промышленные зоны, зоны КРТ туда пришли, точнее, не зоны, а программы КРТ, там уже застройщики присутствуют. Но меня больше интересует, как все-таки он будет развиваться с точки зрения транспортной инфраструктуры. Мы видим, что там уже есть метро, мы видим, что СВХ построили, автобусный парк. Что ждет этот район с точки зрения транспортной инфраструктуры? Что мне, наверное, хочется сказать и с чего хочется начать, что программа реновации позволяет в полном смысле реализовывать такой комплексный подход организации разных мероприятий на одной взятой территории. Потому что, ну, очевидно, вы сами сказали, что здесь есть уже и какие-то застройщики, мы применяем разные совершенно инструменты городского планирования для развития этой территории. Важно то, что наряду с теми предложениями по застройке, которые у нас есть, которые у нас формируются, мы все-таки в параллели обязательно подтягиваем и развитие транспортной инфраструктуры, и развитие социальной инфраструктуры. И существуя в параллелях, вот эти важные такие аспекты нашей жизни, я думаю, как раз и позволяют достигать вот такого синергетического эффекта, который жители, наверное, будут ждать от этой территории. Если говорить о каких-то планах на развитие транспортной инфраструктуры, то, наверное, очень важным таким моментом станет создание новой трамвайной линии, которая пройдет по монтажной улице и свяжет три района, это Метргородок, Гальяново и Измайлово, свяжет между уже существующими линиями открытого шоссе и Пермамайского шоссе. И, конечно, мы с вами понимаем, что как только появляется такого рода транспорт, то максимально жители будут стягиваться из окрестных территорий, и максимально быстро смогут уже добираться до интересующих их объектов, городских объектов. Вообще связанность районов, это тоже такая приоритетная задача, которая в городе, в принципе, есть, и которая активно связана с реализацией тоже разных самых программ. Децентрализация, наверное. Да, вот те самые создания каких-то новых центров, полицентричность, но, наверное, не в таком каком-то прям смысле, что мы что-то чем-то заменяем, а в том смысле как раз, что мы действительно формируем новые такие точки притяжения в районах, что районы становятся полноценными, что там действительно можно получить все услуги, что действительно можно легко добраться из каждого района в другой район, туда, куда тебе требуется. Вот это, наверное, такие основные преимущества. Здесь у нас с вами появится новый участок продления Арбатско-Покровской линии метро от станции Щелковская до как раз новой станции Гальянова. Вот на Уссурийской она появится, да, вот эта как раз станция появится? Да, по планам, да. Район Гальянова активно развивается с точки зрения транспорта, с точки зрения жилья, реновации. В этом районе представлены несколько застройщиков, и мы к одному сходим к первому ДСК, посмотрим жилой комплекс 1-й Измайловский, есть ли у них инвестиционный потенциал или что-нибудь для жизни. И сейчас мы это обсудим и посмотрим, и покопаемся в их проекте. Погнали! Александр, первый Измайловский. Мы в районе Гальянова. Кстати, знаешь, кто здесь родился в Гальяново? Да, здесь родился непосредственно сам Гальянов. Богдан Титамир. Давай начнем с того, где мы находимся и какая тут инфраструктура есть. Транспортная, социальная и так далее. Вообще, давай немножечко о районе. Это восточный административный округ, район Гальянова. Располагаемся мы между Амурской, Монтажной и Щелковским шоссе. Рядом с нами находятся две станции метро. Это метро Щелковская, Черкезовская и МЦК Локомотив. Что касается добраться до двух станций метро, в пешей доступности у нас две остановки. Это на Амурской и на Щелковском шоссе. Спокойно на общественном транспорте по выделенному полосе автобуса. Буквально 4-5 минут, это уже около метро. Пешком можно добраться до метро Щелковская. Это 15 минут. До Черкезовской 20 минут. Если хочешь просто прогуляться до 8 лет, ну и вообще, в принципе, есть желание. Что касается социальной инфраструктуры, так как все-таки это город Москва, это старая сложившая инфраструктура, у нас рядом располагаются детские сады, школы 319-я, несколько корпусов с одной стороны и со стороны Амурской. Поликлиника в пешей доступности достаточно большая. МФЦ, отделение банков, мини-маркеты, супермаркеты, непосредственно такой крупный значимый стадион, как РЖД-арена. Также институт спорта, бассейны, фитнесы, то есть все в пешей доступности. А в арене там же есть, наверное, детские спортивные? Да, совершенно верно. Да, Никит, если, допустим, ребенок хочет заниматься футболом, там есть секции. В другой стороне Щелковского шоссе также располагается бассейн. То есть можно записаться спокойно, да, тут ребенка возить. Ну, то есть ты тут уже из садика ездишь. А вы-то что-то планируете с социалкой? Да, у нас есть социальная непосредственно обязанность перед городом. Это будет детский садик на 125 мест и школа на 250 детей. Передаем ее во второй очереди по проектированию. Спросим у города, что здесь с транспортной инфраструктурой и какие есть планы у города по развитию транспортной инфраструктуры? По нашей информации, Амурская улица будет расширяться и Монтажная улица. Будет дополнительная остановка на Монтажной улице. Это будет даже очень удобно для наших собственников. Почему? Потому что ты вышел практически сразу на остановке. Поэтому развитие инфраструктуры транспортной, оно будет развиваться по этапам. Миф номер два. До Гальянова добираться два часа на лошадях. Давайте откроем приложение Яндекс.Метро и проверим, так ли это. Например, от станции Щелковская, где мы сейчас находимся, до самого Кремля, можно забраться всего за 30 минут. От станции Локомотив за 25 и от станции Черкизовская за 19 минут. В самом Гальянова станция метро появится совсем скоро. Городские власти уже сообщили, что собираются продлить Арбатско-Покровскую ветку всего на 3 километра. Таким образом, люди, которые раньше добирались до метро на автобусе, смогут доходить пешком. И что еще мне хочется сказать. Будет проделана определенная работа по приведению в порядок всей уличной сети, которая есть в районе. То есть улицы станут современными, комфортными. Появятся парковочные карманы около остановок общественного транспорта. Появятся новые переходы. Появятся новые светофоры. Если говорить о переходах, а это очень важно, вообще Москва, ну как все большие города, Москва-мегаполис, территория, конечно, достаточно сегрегированная. И очень много разделителей разного характера. Это есть и огромные крупные магистрали, это могут быть и железнодорожные пути, это могут быть какие-то естественные разделители. Но что важно для того, чтобы люди, в том числе при пешеходных маршрутах, могли все-таки легко попадать к поездной части района, например, в другой район или в другую часть. Здесь важно предусматривать определенные мероприятия. У нас появится пешеходный переход от Амурской улицы через СВХ. Мы представляем, что такое СВХ по масштабу. Ну, станции МЦК «Локомотив». Очень ждут там вообще вот этого перехода, потому что, да, там сейчас люди идут по вот этой вот магистрали, по эстакаде длинной, она неудобная, шумная, узкая. И поэтому вот жители очень ждут, мне кажется, вот этого перехода, чтобы безболезненно можно было попасть как раз на МЦК и в метро Черкизовское, потому что это более, так понимаю, это район. Черкизово, да, вот станция МЦК «Локомотив», то есть это вот прямо такая тоже очень правильная история, которая, конечно, тоже повысит комфорт движения по территории. Что еще важно? Важно, конечно, что, ну, уличная дорожная сеть, проезжая часть, это одна история, а все-таки там, где мы с вами двигаемся, где двигаются пешеходы, другая история. И, конечно, не секрет, у нас много еще пока, да, территорий, где у нас узкие тротуары. Ужасно. Сложно разойтись друг с другом, поэтому, собственно говоря, будут расширены пешеходные зоны тротуаров, вот до 2,25 метров так точно, то есть это как раз, ну, тот минимальный, скажем так, параметр, который позволяет разным группам населения, в том числе людям с граничными возможностями, ну, друг с другом расходиться в потоках вот этих, которые местами могут быть плотными. Мне больше, больше это важно там с колясками, чтобы можно было пройти, потому что я прогуливаюсь, да, с детьми, с детьми идешь по этой узенькой территории, по вот тротуару, и ты постоянно, тебе приходится вообще какие-то, да, избегать какие-то препятствия. Сейчас 2,25 ширина минимальная, да, по нормативам? То есть будет еще шире, то есть где-то будут... Да, абсолютно это все-таки. Соответственно, будет где с коляской погулять, будут пешеходные тротуары расширенные, метро, трамвай. Какие-то новые здесь появятся ли улицы или будут усовершенствованы те уже? Нет, скорее здесь будет просто реконструкция существующей вот уличнодорожной сети, но в любом случае за счет такой достаточно интересной композиции застройки появится все равно больше связанность территории внутри себя. И вообще вот такая цель на создание проницаемости территории, она, в общем-то, во всех проектах предусматривается решение, которое позволяет внутри большого района, отдельные кварталы, чтобы они были максимально проницаемы, связаны друг с другом, чтобы формировалась такая разветвленная сеть пешеходных маршрутов. Это, в общем, вот такая отличительная черта современная, да, современных подходов вообще к новым принципам формирования застройки. И мне кажется, это очень здорово, потому что, ну, действительно, Москва при всех своих масштабах, это город, который очень ориентирован на людей, на пешеходов. Мне кажется, это прямо вот ключевое. Да я лично отказался от автомобиля, перешел на общественный транспорт, хожу пешком, причем я был заядлый автомобилист, я с 18 лет, с самого студенческой скамьи езжу на автомобиле, и меня было вообще нестолкнуть с него. И когда город начал говорить о том, что мы будем пересаживать людей с автомобиля на общественный транспорт, я вот такой как бы так, два года я уже без машины. Ну, то есть есть семейные, да, автомобили, но я езжу на метро, на автобусе, на самокате, ну, то есть отказался от автомобиля. Ну, потому что, согласитесь, в городе очень много чего делается для того, чтобы мы действительно отказывались постепенно от личного транспорта, это правда. И так классно мне вообще, не надо парковаться, не надо стоять, я всегда знаю, во сколько я буду, где. Вот это ключевое, да, вы не теряете лишнее время. Абсолютно. То есть я могу спокойно планировать, я знаю свою эффективность своего времени. В Гальяново находится целых два вокзала. Первый из них – вокзал Восточный, и второй – автовокзал Центральный, возле которого мы сейчас находимся. Самое интересное то, что именно на этом месте вокзал существует с 1970 года. Но уже в 2010 году городские власти приняли решение, что он не соответствует требованиям безопасности и комфорта, в связи с чем вокзал был перестроен. Современное здание, напоминающее прозрачный корабль, который мы видим сейчас, состоит из 11 этажей, 5 из которых – подземные. Этот вокзал отвечает всем требованиям современной безопасности и комфорта, и кроме того, это первый в России проект совмещенного автовокзала и торговых площадей. Помимо этого, жители и гости столицы здесь могут найти много полезных функций, в том числе даже отделение моих документов, в которых лично я получала международные права. Первый Измайловский – это первый проект ДСК в Москве? В Москве, да, скажем. Есть Молджининово ДСК, это тоже территория Москвы, но он за МКАДом. Но внутри МКАДа, внутри… Да, это один из первых проектов первого ДСК касается на территории города Москвы. Вообще сейчас город очень трепетно относится к архитектурным решениям новых жилых комплексов. А я знаю, что ДСК, первый ДСК, да, традиционно делает панельное домостроение. Вот что, как вы решили этот вопрос вот в этом жилом комплексе? Смотрите, здесь вообще старались два бюро архитектурное решение, что касается, по-первых, Измайловскому. Это архитектурное бюро осадов и крупный план. То есть мы придерживаемся того минимализма, которого непосредственно также запрашивает город. Ну, я так понимаю, здесь панельное домостроение? Здесь, я люблю это говорить, такая некая коллаборация. То есть здесь у нас все корпуса, а их будет шесть, то есть это три этапа строительства, они будут состоять из монолита. От ДСК будут приходить готовые трехслойные панели, теплые, и будем навешивать их уже на монолит. То есть каркас монолитный идет? Все верно. Да, каркас монолитный. Но я просто смотрю по архитектурным вариациям, которые я вижу, да, вот тут башни, они... Это панель? Нет, это монолит. Вот. То есть здесь же будет, я так понимаю, и панельное домостроение, и монолитное. То есть симбиоз, да, и панель, и монолит. Все верно, да. Как я и говорил, то есть у нас получается, сам проект идет от 10 до 32 этажей, то есть это две свечки самые высокие, которые будут 32 этажа. Смотри, Street Retail понятно. Общее количество квартир. Три очереди, я так понимаю, да? Да, все верно. Сейчас первая, вторая, третья. Первая очередь когда вводится? Первая очередь у нас намечена на декабрь 26-го года. А вторая очередь пока по плану, то есть у нас нет еще пока информации. Но весь проект у нас получается до 28-го года. А, вы в 28-м году должны полностью уйти? Да, закрываем. То есть первая очередь 27-й, а весь проект 28-й? Да, все верно. То есть те, кто будет у нас в первую очередь заселяться, то вторая очередь у нас уже будет практически полностью готова на фасадах. Сколько общая квартира, места? Есть же подземный паркинг, и что здесь такого уникального еще будет в содержании этого проекта? Что касается подземного паркинга, да, он будет. Он будет находиться под единым стилобатом. Это минус первый этаж, то есть там будут располагаться и парковки, то есть общее количество парковок 386 машин и мест, и также будут предусмотрены кладовые. Все это будет располагаться на минус первом этаже. Что касается что-то уникального, вы вот спросили, Никита, да, у нас будет достаточно очень уникальная, такая интересная фишка, это как свой природный парк. Он будет располагаться у нас как раз за детским садом и школой. Это будет парковая отдельная зона, то есть она будет распространяться, в принципе, и на всех, также живущих в нашем ЖК, так, кто проживает рядом. А на открытой территории будет, да? Она будет закрытой, но калитки будут также присутствовать, то есть в нее могут попасть любой житель Галянова. То есть это такой будет некий бульвар, можно сказать? Я бы даже так сказал, с учетом того, что насколько было очень умно и грамотно продумано, это будет такая, так скажем, коридорная система зеленого, да, то есть массива, где будут определенные точки развлечения, то есть какой-то варкраут, то есть это какие-то горки, это сенсорные тропы. У нас вообще, в принципе, есть понимание, как сенсорные сады, это зоны отдыха для взрослых, то есть детские спортивные площадки, беговые площадки, также и велодорожки. А парк-то тут далеко у нас? Мы располагаемся между двумя парками, один из них это Измайловский лесопарк и Лосиноостровский парк, местные называют его как легкие столицы. То есть это можно туда на Элспиде доехать отсюда? Спокойно, да, там есть организованные также вело и беговые дорожки. Так, что с коммерцией, с Тритритайлом? Продумано непосредственно вдоль всего Стеллобата, это вот именно такая большая зона, которая будет вдоль Амурской улицы, будут располагаться комические помещения. То есть мы говорим о том, что выпечки, кит-кафе, зона каких-то услуг, мини-маркет, а зону Валберес доставки, то есть все будет в пешей доступности, да, на первых этажах. Вы сами управляете или будете продавать коммерческие площади? Будем продавать. Будете продавать. И что, почем? Пока информации нет. А, секретная информация. Ближе к лету. К лету, к лету. Ну ладно. Что-то уникальное во входных группах предоставите? Да, естественно. Это одно из концепций первого ДСК. Это, ну так как у нас дворы закрытые, изолированы полностью, только дворы без машин. Это будут определенные, то есть ключи электронные. Вот у нас будут сквозные подъезды, то есть мы заходим с вами в подъезд, либо со стороны улицы, либо со стороны двора. То есть это дизайнерская входная группа красивая. На первых этажах у нас будет стойка под консержку. Это будет дополнительный туалет, мягкая зона, зона ожидания. Также лопомойки дополнительно отдельные и непосредственно колясочные зоны. Я смотрю, что квартиры с отделкой есть? Или все с отделкой, или без отделки? У нас два варианта. Либо white box, либо с отделкой. Миф номер три. Существует стереотип, что автолюбителям очень трудно уехать и заехать обратно в Гальяново. Давайте вместе разбираться, так ли это. Во-первых, недавно завершилась большая программа в Москве по реконструкции вылетных магистралей. Щелковское шоссе она также коснулась. Кроме того, городские власти реконструировали клевер на развязке на МКАДе, благодаря чего автолюбители стали быстрее выезжать на МКАД и быстрее заезжать. По части Гальянова, это касается в основном метра городка, проходит северо-восточная хорда. Это часть так называемого московского скоростного диаметра. Для жителей метра городка она стала главной транспортной артерией. Если раньше автолюбители оттуда могли выехать на Ярославское шоссе за 26 минут, то сейчас всего за 13. И еще интересный факт. Гальянова в целом своему рождению обязана МКАДу. Потому что район вошел в состав Москвы в 1960 году. Именно тогда, когда начали проектировать и строить московскую колесевую автодорогу. Саша, давай рассмотрим какие-то планировочки. Я так понимаю, какая-то часть квартир с отделкой, а какая-то без отделки. Да, то есть у нас есть варианты предложить клиентам квартиру с отделкой и вайтбоксом. Это насколько увеличивает стоимость отделка по отношению к безотделке? Если посмотреть, ну, допустим, для примера, если мы возьмем, допустим, студию. Да. Студия у нас сейчас минимальная стоимость в районе 9 миллионов 200 тысяч рублей. А если это вайтбокс, если нам клиент говорит о том, что, Александр, давайте посмотрим варианты с отделкой. Плюсуем в среднем где-то 800 тысяч. А сколько студия? 23 квадрата в среднем. 35 тысяч заложили. Вообще нормально. То есть туда входит все под ключ. Пол, стены. Вся сантехника, ламинаты, начинные потолки, обои под покраску, межкомнатные двери. Электрика полностью разведена. Это выключатели, айти, тиви, розетки, смесители. То есть, в принципе, готовы. Кухни нету, но сантехника стоит. Да, все верно. Слушай, я просто там уже ваш клиент первого ДСК. Сантехнические кабины. Это вот ванная комната, тузики. Они у первого ДСК привозные. И привозятся, и сразу вставляются. Вот в этом проекте тоже самое решение будет. Здесь, Никита Немашкин, по-другому. Здесь у нас, в проекте, как я и ранее говорил, все-таки это монолит. И на местную часть от фасада ДСК-1. В вайтбоксе мы сами строим стены. А в чистоте? В чистоте уже будут полностью готовые стены с плиткой, штукатуркой. Не-не-не-не, ты меня тут, это самое, еще раз повторяю. У нас нет сантехнических кабинов. Нету сантехнических. То есть, вот этот вот перепад полов, постоянно которые спотыкаются, вот этого не будет, вот этого, да? Да, совершенно верно. И она как бы разного, ну, высоты, вот этого вот. Этого не будет. Не будет. А скажи, пожалуйста, если это панельное домостроение, где будут проходить трубы батарейные у меня? Потому что у всех ДСК-шек, не касаемо, не первого ДСК-шек, а у панельных, идут батареи прям по внутри квартиры, вот эти вот стояки. По углу, так сказать. Да, вот этот дебилизм. У нас вся система пойдет по полу. А, то есть по полу разводка будет, да? К непосредственно, так сказать. Тогда почему, а почему тогда вы панели называете? Тогда полностью монолит, просто фасадная панель. Ну, как мы и говорили, что это один из первых таких проектов от ДСК-1, от первого ДСК. Поэтому у нас, как я говорил, это коллаборация. То есть мы сделали дом-монолит и непосредственно сделали уже архитектурное решение, и сами панели будут от ДСК. Высота потолков? С чистовой 2,7. Миф номер 4. Экология. Существует городская страшилка, что в Гальяново буквально нечем дышать, а выбросы слышны несколько раз в день. Это, естественно, неправда. Кроме того, мы сейчас находимся возле самой большой промзоны Гальянова – Калошино. Но уже в 2021 году городские власти приняли решение о реорганизации. Здесь появятся новые современные жилые комплексы, детские сады, школы, естественно, новые рабочие места и дороги. Давай посмотрим в первую очередь, что есть из малолетражек, скажем так. Из малолетражных у нас есть, если посмотреть, как в целях инвестиций, можно посмотреть студии с двумя окнами, либо с одним большим увеличенным окном. То есть, в целом, чтобы для понимания было, у нас большие увеличенные окна идут. Сразу хотел бы заметить, что в профиле окон будет семидесятка. Мало кто может, на самом деле, похвастаться. То есть, он получается более толще. Тем самым, тот звук, который идет с улицы, он его приглушает. Тем самым, это хорошие идет стеклопакеты. Там они у нас три стекла, две камеры. Ну, настолько мы проработали все этот момент, что те окна, которые будут сразу приходить готовые с панелью, с керамической плиткой, это хороший вариант. В плане того, что обычно застройщики пытаются сэкономить на окнах, мы здесь не экономим. Студии у вас начинают от 20 метров? С двумя окнами? Да, все верно. От 21 квадратного метра. И с двумя окнами, и непосредственно с одним широким большим окном. У нас достаточно очень много разных, ну, вообще целое разнообразие планировок. У нас есть дополнительные окна в комнатах, у нас есть даже дополнительные окна в гардеробной. Большая часть у нас много где представлены гардеробные. И плюс один из таких, который у нас выделяет, ну, вообще, в принципе, в целом и ДСК один, и первый из Майловских, то, что у нас две мокрые точки. То есть у нас есть туалет и есть отдельный туалет-ванна. То есть нашим клиентам это нравится. Очень удобно, да, две мокрые точки, чтобы можно было разнообразие делать. Но в чистовой ты это не сделаешь, потому что там уже как бы все сделано. Да, совершенно верно. Вот я все-таки не люблю студии, вот мне вот нравится вот это вот. Евроформаты? Вот 42 метра, это же как бы вот, ну, это двухкомнатная или однокомнатная? Это двухеврокомнатная квартира. То есть мы говорим о том, что если у нас клиенты ищут какую-то большую зону, зону там же, где и можно отдохнуть, и приготовить, поесть и поработать, то мы предлагаем евроформаты. То есть они у нас начинаются от 43-48 квадратных метров. То есть это большая, достаточно очень удобная зона, которая пересекается с зоной кухни. Миф номер пять. В Гальяново не хватает социальной инфраструктуры. Это не так. На территории района находятся более 10 общообразовательных школ, большое количество детских садов, а также клубов, куда можно отдать малыша в любом возрасте. Целых два баскетбольных клуба, футбольная секция и даже шахматный клуб. А возле школы, где мы сейчас находимся, и в этой самой школе, можно даже изучать китайский язык. В районе много реноваций, застройщики, появляются новые квадратные метры, улучшают свои жилищные условия люди. Что социальная инфраструктура? Там на сегодняшний день, мы смотрели, довольно обильно присутствуют образовательные центры в виде школ и детских садов. Но в перспективе, когда реновация наберет полный ход, застройщики развернутся, какие там перспективы, что касаемо социальной инфраструктуры? Вообще, в социальной инфраструктуре в Москве уделяется очень серьезное внимание. И мы в своей работе всегда очень внимательно смотрим на территорию, смотрим, что здесь с точки зрения образовательных объектов, есть ли дефицит вообще этих объектов на уже сложившейся территории. Когда посмотрели на район, на самом деле, вот исходя из прогноза развития этого района, сейчас предусмотрено создание новых школ, новых детских садов, но где-то общей емкостью примерно более 4,5 тысяч мест. В принципе, вообще сейчас к объектам образования достаточно высокие требования, вы, наверное, знаете. Обязательно, чтобы было хорошее спортивное ядро, чтобы разные совершенно классы, разное абсолютно наполнение школ, современное наполнение школ, в том числе смотрится на вопрос комплексного обслуживания школьной территории. И, конечно, программа «Реновация» в этом смысле не исключение. Это действительно та программа, которая позволила максимально такие вопросы включить в состав нового развития территории. Ну, хорошо, появятся детские садики, школы, но какие-то дополнительные культурные центры, что-то такое, что будет людей магнитить, условно говоря, или создавать медицинскую составляющую. То есть есть ли что-то такое, на что можно было бы обратить внимание? Вообще, какой запрос? Мы же с вами только что говорили о том, что необходимо, чтобы каждый район, в общем, по-своему был самодостаточным, чтобы там были все необходимые объекты, и вам не приходилось куда-то ездить. Понятно, что есть такие объекты, которых не должно быть слишком много, и тогда они расположены там, где необходимо. Но в каждом районе должен быть все-таки свой такой набор первоочередных объектов. И здесь в Гальяново предусмотрено и создание поликлиник, размещение поликлиник, это объекты здравоохранения, которые нужны, безусловно, всем жителям района. Это создание культурно-досуговых комплексов, это создание спортивных, физкультурно-оздоровительных комплексов, которые тоже нужны на территории, чтобы люди могли заниматься спортом в любое время года. Для нас это важно. И даже предусмотрено размещение храма тоже на территории района. А там сейчас нету, сейчас это будет дополнительно. Это, да, дополнительные объекты, которые появятся на территории. Давай посчитаем какую-нибудь историю про то, как мне сделать детский фонд. Что такое детский фонд? Это квартира на вырост для детей. Есть варианты однокомнатной квартиры в районе 35 квадратных метров. Она у нас будет идти с white box. 35 метров. У нас есть разные программы, так же, как и ипотечные. Есть программа, как купи сейчас, плати потом. Суть программы в чем? В том, что заходим с первоначальным взносом. Второй остаток мы платим либо ежеквартально, либо ежемесячно до сентября 26-го года. Второй остаток это 85%? Это 10%. 10% еще. То есть мы даем минимальный второй остаток, чтобы клиенту было удобно платить по ежемесячным платежам. В среднем плачет составляет от 44 до 46 тысяч рублей. Это до когда я плачу? До сентября 26-го года. И за два месяца до ввода в эксплуатацию закрываем как раз последний остаток. Здесь я могу сесть либо в ипотеку, либо кэшем. А какая ипотека будет в 26-м году? Центробанк, по его статистике, они говорят, что в течение двух лет они потихонечку будут снижать ставку по ипотеке. Ну, давай мы вот это все конвертируем все-таки в деньги. Вот возьмем, к примеру, 35 метров однушка. Стоимость 12 миллионов 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Вот у меня 12 миллионов 100 тысяч рублей. Стоимость 35 метров. Получается, это первое, вход. Остаток у нас второго будет... Миллион 200. По расчетам плюс-минус. Давайте я говорю, да. Ну, плюс-минус, да. Ну, может, там какие-то хвостики будут. Этот платеж мы разбиваем на, получается, два... С половиной года. Два с половиной года. Один и два. Делим на 28. 42 тысячи. При этом я не заползаю в ипотечное, как бы, обязательство перед банком, и у меня нету в моей истории, что я кому-то что-то должен. Совершенно. Окей. Соответственно, я должен 44 тысячи... Вот эти 44 тысячи, они идут в тело квартиры? Давайте так. Если смотреть расчеты, допустим, 44 тысячи у нас ежемесячная платежка. Из 44, допустим, да, то есть 42 будут уходить в основной, так сказать, долг, и 2 тысячи рублей непосредственно та комиссия, которая у нас есть. Но мы не забываем, что акция купить сейчас, спроси потом, у нас на второй остаток и на третий остаток 3% годовых. Поэтому стоимость у нас немножко поменяется. То есть, если мы говорим, что у нас квартира стоит 12 миллионов 100 тысяч рублей, с учетом вот этой комиссии, итоговая стоимость, вот я буквально недавно считал клиенту, будет 12 миллионов 700 с копейками. 12 800 делим на 35. 365 тысяч за метр. 365 тысяч за метр. Это без отделки, это white box. Это white box. Окей. Мне нужно взять денег в 26-м году, в сентябре. Да, заранее уже, чтобы... Договор. Это у нас примерно денег будет стоить 50 тысяч рублей. Нет, 60, скорее всего. 60. Да, но небольшое. 60 тысяч рублей у меня будет ипотечный платеж в 26-м, если я хочу сдавать. По чем здесь вообще аренда? Здесь аренда минимум 50 тысяч рублей. Вот это вот бабушинский колхозный вот этот вот сарай. От 42-43. Хорошо, пойдем с другой стороны. Лава-Ламурская, уже построенная. Вторичка. Сколько сейчас стоит? Ну, по последним нашим данным, это однокомнатная квартира. Не в аренду, просто стоимость. Да, стоимость. В районе 18. 18, предположительно. Капитализация выроснет на 30%. Вы начали старт продаж когда? В декабре. В декабре 23-го года. Верно. Прирост по какой получился? Давайте так, ну, не прям буду смело озвучивать. В районе 20%. Плюс 20% уже за 4 месяца. Да. То есть вы начали, сейчас 350, там, средняя цена, да? С 290 начинали? Да. Верните декабрь 2023 года. А лучше вообще 20-го года. Верните, пожалуйста, январь. Никита, мы вас ждали. А что есть из вообще форматов для жизни? Вот у меня многодетная семья. У меня трое детей. Мне нужны, как бы, комнаты для них большие, просторные. Что вы можете предложить? Максимально, что есть у нас на первую очередь, это 105 квадратных метров. 105, хорошо. Трешечку, в которую захожу. Здесь гостиная, получается, 12,4, 9, 33 метра. Правильно? Да, все верно. 33 метра с балкончиком. Раз у меня спальня, два спальня, а ты три тубзика. Очень хорошо, очень хорошо. Ты представляешь? Там же и прачечная. Еще и прачечная. И мастер спальня. И я говорю, три тубзика? Да. Это, я просто, я сейчас сталкиваюсь, что все разбежались по тубзикам? Или такой? Ну, здесь, да, здесь достаточно очень продуманного. Попробуем, что не только, да, то есть три мокрые зоны. И также есть прачечная зона. Так, хорошо. Слушай, ну, такие хорошие, хорошо продуманы. Вот здесь бы еще окна, конечно, были. Ну, они идут до 12 этажа, там просто уже другая планировка идет. То есть там планировка идет вот такая. Масюська, да? Да. Нет, Масюська нам не нравится. Так, скажи, пожалуйста, хорошо, вот 105 метров. Ключи вы мне отдадите в 26 в декабре, 27 январь. Договор для его участия у нас прописан до апреля 27 года. Ага. А, потому что с отделкой. Там и white box, и с отделкой, то есть в целом вся первая очередь. Ключи вы мне дадите на майские праздники в 27 году. Да. Окей. 105 метров. Цена. Цена у нас сейчас, она идет от 26 миллионов. 26 миллионов. Это без отделки, да? Это white box. Это white box. А если я хочу отделку чистовую? Тогда они какие-то сами самостоятельные, потому что у нас в проекте... Сама, 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 сама. Да, квартира идет с white box. А почему нету чистовой? Вот я хочу чистовой. Я не хочу с этим ремонтом сталкиваться, вообще геморрой, блин. Такой ужас. Но зато это золотая середина. 247 за метр. Что я должен сделать под такую квартиру? Внести сейчас 15 процентов 26 миллионов. Делим. Первоначальный взнос 4, да? Все верно. Дальше я должен положить 10 процентов. Это 2 600 растянуть на 20 в 30 месяцев. Да, все верно. Это по 80 тысяч. И в 27 году... В 26 году, в сентябре... В октябре у нас получается третий остаток. Вы закрываете. 19 миллионов, я думаю. Так, а 19 миллионов у нас 12 семейка. А мне не хватает еще, получается, 7 миллионов на 19, чтобы взять. Какие варианты у вас? Может быть, мы сразу тогда рассмотрим варианты семейной ипотеки комбо. Ну, давай комбо посчитаем. Что такое комбо? Если у нас лимит 12 миллионов, то есть мы можем, в принципе, договориться с банком и увеличить этот лимит. Единственное, будет немножко расти ставка под семейную ипотеку. Мы же говорим о том, что в 26 году будет ставка рефинансирования уйдет вниз. И обещают ее, собственно говоря, там пониже. Соответственно, комбо она может, в принципе, быть и под 7% в этом году. Ну, в том году, когда мне нужны будут деньги. Ну, а здесь единственное, смотрите, здесь, ну, вообще в целом, я бы так сказал, что 7% на тот момент тоже под знаком вопроса. Под знаком вопроса сейчас все под знаком вопроса. Если, допустим, нам не хватает 8 миллионов для того, чтобы непосредственно какой-то первоначальный взнос найти там в будущем, то, может быть, есть смысл рассмотреть все-таки сейчас. Взять комбо, увеличить сумму кредита и выйти на сделку. 26 миллионов. Первоначальный взнос нужно 25%, правильно? Минимум 20,01. 20%? Да. Это получается мне нужно 5,2 миллиона, да, положить сейчас? 26? Да, все верно. 5,2 миллиона. Дальше у меня ипотека 19 миллионов, которая состоит из 12 семейки и плюс семерка, да, которая будет 17%. Дадите вы мне среднюю примерно сколько? 10%? Какая будет средняя по комби? Ну, так, плюс-минус, если я соединяю 12 и 7 по 17. Там где-то, скорее всего, и получится 10%. Я про это говорю, десятка. Соответственно, на 19 десятка, это будет примерно около там 100, 150 тысяч. Здесь я плачу 80 тысяч, а здесь я плачу 150 тысяч. Где мне выгоднее? Ну, если вы уверены, что вы найдете деньги через 2,5 года? Я семейку возьму, семейку вообще продлят, у нас сказал президент Владимир Владимирович. До 30-го года, да. До 30-го года, поэтому я в ней уверен. Если вы понимаете, что вы найдете через 2,5 года тот остаток, который вам надо, то вам лучше заходить по этой акции. Купить сейчас, платить потом. Да, да, он удобнее, потому что у меня обременение в этот период не такие большие. Если, допустим, мы не понимаем и говорим, Александр, вы знаете, вот я не знаю, может быть, вот сейчас зайти и сразу увеличить эту сумму, чтобы потом просто ее не искать. Ну, в целом, под семейную ипотеку, тогда вариант B. Нет, я же здесь не говорю про спекулятивную инвестиционную историю. То есть, у меня нету задачи вот взять и с надеждой, что она вырастет, и я там продам, и этими деньгами закрою. Аренда, да, это обременение. Сейчас еще ипотека будет, да, это я буду... Да, нафига. Я возьму вот этот вот, как это... Купить сейчас, плати потом. Да, спокойно дохожу до 26-го года, переваливаю эту в семейку всю историю, беру ипотеку семейную, и дальше нормально гружу. Беру семью в квартиру и лечу. Во, закрутил Журавлев, как всегда. Друзья, напишите в комментариях, насколько интересен математический расчет вот этого проекта. Вообще, как вам первый Измайловский? Ну, и в целом, как вам райончик Гальянова? Лайк или дизлайк? Ну, здесь такая территория, довольно перспективная. Много там промышленной зоны, которая уехала, создается реновация. Вообще, а какой принцип создания вот этих вот посадки домов, создания комфортной городской среды, жилой среды прежде всего? Мы же говорим про людей, да, чтобы людям было комфортно. Вот на что сейчас там ваше ведомство делает акцент? Как изменится, что реновация, вот эти вот домики, хрущевки, ты выходишь, у тебя бульварчик такой маленький, не развернутся. Вот как изменится вообще территория дворы прежде всего? Интересно то, что у нас вся застройка, она такая разновысотная, она силуэтная, она достаточно... Как я ее называю? Чемоданов не будет одноэтажных. Нет, чемоданов не будет, да, именно такой формируется свободный силуэт, который, в общем, тоже создает такие кулисы, да, когда вы идете по улице, и, в общем, вот как бы все равно мы же не можем в отрыве быть от того, что нас окружает. Мне кажется, очень важно сказать о том, что определенная вот такая конфигурация самой застройки позволяет четко артикулировать общественные пространства и приватные пространства. Ну, приватные пространства – это как раз дворовые территории. Реновация вообще – это, да, такой некий девиз, можно сказать, да, двор без машин. Конечно, такой вопрос требует целого ряда решений определенных, но что ключевое? Ключевое – это то, что жители получают возможность действительно пребывать в своем дворе, ощущая полную безопасность. Я тоже могу вот привести свой пример. Ну, пока вот я дочку водила в школу, сейчас уже все, она в институте, но когда водила в школу, у нас, при том, что у меня хороший район, у нас была ситуация такая. Все выезжали, ну, объездной маршрут выбирали и ехали, когда на Вернадском все стояло, то проезжали прямо через двор. И ты выходишь с утра, и прямо не можешь преодолеть этот поток машин, который вот у тебя перед домом едет. Тот планировочный подход, который используется сейчас, он позволяет действительно сделать это пространство максимально камерным, максимально закрытым. То есть, с одной стороны, вы везде можете пройти, да, и как бы все связано одно с другим, но с другой стороны, вы четко понимаете вот этот периметр, который защищен. И это, конечно, тоже, ну, такой, наверное, важный момент. Абсолютно. На этот же самый тоже аспект работает и еще один принцип, когда мы говорим о том, что все первые этажи отдаются под общественное использование, общественную функцию. И здесь два сразу как бы момента важных. Первое, что жители получают, ну, вот в шаговой доступности, да, все услуги необходимые в первых этажах, потому что это и парикмахерские, это и аптеки, это и там банковские отделения, рестораны, кафе. Ну, вот все-все то, что людям нужно в первую очередь. Ну, сервисные услуги, да, да. Да, сервисные услуги. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда у вас общественная функция в первых этажах, это тоже обеспечивает такой территориальный контроль, да, это определенная просматриваемость, это работа этих сервисных услуг до позднего времени. Какие-то услуги, наверное, предоставляться могут круглосуточно. И это, в общем, тоже формирует определенную безопасность дополнительную, да, усиливает на любой территории. Поэтому это вот тоже такой важный, наверное, момент, на котором следует остановиться. Друзья, вот такой вот у нас получился выпуск про район Гальянова. Гальянова имеет нереальные перспективы. Метро появится, новые трамвайные путепровод, новые многоквартирные дома, тротуары, социальные объекты. Ну, как вам вообще развитие новой территории Гальянова? Точнее, не новой территории, а территории Гальянова, давно забытой, и сейчас город приводит ее в порядок. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, ну и, конечно, свое отношение к тому, как будет развиваться территория, в комментариях оставьте. Спасибо, что вы были с нами, посмотрели этот выпуск. До новых встреч, подписываемся и не пропадаем. Субтитры сделал DimaTorzok